Всем привет! Сегодня чудесная погода и мы снимаемся в парке Актрасионов. В эфире Альма Матер и с вами мы, Варя и Дима. Сегодня в программе расскажем, кто стал победителем конкурса «Лучший будущий учитель» и как и где с ДЦТ. Вообще в программе очень много юмора. Смотреть всем! А мы побежали! Конкурс «Лучший будущий учитель года» проходит уже много лет подряд. Традиционно в нем участвуют будущие выпускники, которые выбрали профессию педагога. В этом году это представители шести факультетов Игорьского педагогического колледжа. Вызывает интерес у преподавателей, коллег. К нам сегодня собрались очень много представителей школ, что свидетельствует о том, что конкурс этот работает на поднятие престижа в профессии педагога. В конкурсе два этапа. Первый – урок в школе или занятие в детском саду, с которым все справились на отлично. Мне уроки понравились. Я, честно говоря, подумал, что такие специалисты в нашей школе могли бы работать, с удовольствием взяли бы. Второй этап – финал. Здесь будущим педагогам предстояло показать себя во всей красе. Они презентовали свои проекты современной школы. Например, студент факультета математики и естествознания Хатамбай Хатамов представил на суд жюри школу, в которой обучаются представители разных народов. К слову, у этого конкурсанта была самая мощная поддержка. Наш учитель Ганамбай Жумакулы – самый лучший! А вот самая опытная участница – представительница историко-филологического факультета Анастасия Николаева. Будущий учитель белорусского языка знает, как воспитывать детей не в теории, а на практике, ведь она сама мама двух малышей. Помогает и помогает моим детям, потому что они тоже со мной живут в этой атмосфере. Месяц со мной учатся, поэтому, конечно. За кулисами последнее приготовление. Кто-то переодевается, а кто-то репетирует свой творческий номер. Но именно здесь участники оставляют свое волнение, ведь на сцене они настоящие профессионалы. Такие, какими и должны быть лучшие будущие учителя. По правилам в конкурсе могут принимать участие только студенты выпускных курсов. Однако в каждом правиле есть исключения. Так, студентка третьего курса факультета педагогики и психологии детства, Мария Калетионова, решила не дожидаться четвертого курса и попробовать свои силы уже в этом году. Я очень хотела в этом поучаствовать, потому что это все равно опыт, безусловно. Какой-то багаж знаний новый, атмосфера вся эта. Я очень люблю в таком участвовать, поэтому именно сейчас. Конкурсные испытания позади. И через пару минут мы узнаем, кто же стал лучшим будущим учителем. Учеба и сессия – это, конечно, важно, но какой студент не любит отдыхать? Прямо сейчас на очереди рубрика «Репост». Всем привет! С вами Елена Хроменкова. Ловите обзор самых интересных публикаций за прошедшие пару недель. В Бресте прошел открытый чемпионат Республики Беларусь по плаванию, где студент электротехнического факультета БРУ Никита Цмык стал победителем на дистанции 200 метров на спине и серебряным призером на дистанциях 500 метров и 100 метров на спине. Студенты факультета иностранных языков МГУ имени Аркадия Кулешова приняли участие в выставке в Минске, где в образе Шерлока Холмса и доктора Ватсона проводили развлекательные игры на английском языке. А вот так на факультете четвертый курс закончил веселую неделю английского языка. Команда МГУПовцы впервые попробовала свои силы в игре «Крокодил». Начали с двух нулей в первых раундах, а потом так разыграли, что чуть не стали чемпионами. В общем, первый блин никома. Делегация из Могилева приняла участие во втором форуме славянских вузов стран СНГ, который прошел в Кишиневе. Размах очень велик – семь стран, восемь вузов. Белорусско-российский университет представляли проректор по воспитательной работе Андрей Владимирович Казанский, проректор по научной работе Виктор Михайлович Пашкевич и студентка пятого курса Анна Терехова. Хор студентов Мегилевского филиала «Бгам» во главе с несравненной Ириной Владимировной вернулся с берега Балтийского моря, где в музыкальном конкурсе «Таллинт-2017» взял третье место в номинации «Однородные хоры» и «Современная музыка». А также получил специальный приз за лучшее исполнение обязательного произведения «Маскс» от композитора Пярта Узберга. Делись и ты своими фотками в социальных сетях. Ну а если хочешь, чтобы именно твоя фотография попала к нам в эфир, ставь хэштег «Хочу в Альмаматор». Мы всегда онлайн. Всем лайков! Итак, в МГУ имени Кулешова выбирают лучшего будущего учителя. Какими качествами он должен обладать? Должен любить своих детей, быть преданным своей профессии и, конечно же, ответственно относиться к своей работе. Должен уметь в любой ситуации сориентироваться и не показать детям, что он немного на него растерялся, ни в коем случае. Также должен обладать харизмой, я думаю, еще должен и чувство юмора иметь. Хороший учитель должен быть другом для своих учеников прежде всего, а потом уже учителем. А победителем стал студент факультета математики и естествознания, будущий учитель географии Михаил Погодский. И это неудивительно, ведь, согласитесь, сложно отказать человеку, у которого есть ружье. У меня участвуют учащиеся средней школы номер 12 города Могилёва. Это военно-патриотические классы. И прямо сегодня они выступали на этой сцене. Это прекрасная возможность показать себя, скажем так, дать свое видение, дать свой урок и поучиться, перенять опыт других конкурсантов. В Могилёвской лиге КВН играют студенты, выпускники и абитуриенты. Недавно в 1-4 финала серьезную борьбу ветеранам КВН навязала школьная команда. Все подробности в следующем сюжете. КВНовское движение в Могилёве каждый год пополняется новыми командами, созданными в основном в высших учебных заведениях области. В 1-4 финала Могилёвской лиги КВН играли команды почти из всех вузов. Были школьные команды и выпускники межгалы. 12 команд, 2 конкурса, визитка и разминка. Следующий этап проходит 8 сильнейших. Примечательно, что многие опытные команды из МГУ, БГСХ и Института МВД обошла молодая школьная команда «Не знаю» из 31-й школы Могилёва. Восьмерку лучших веселых и находчивых команд сезона с первого места прошли опытные КВНчики из команды «Доктор Хаус» и бывшие, составленные в основном из выпускников БРУ и МГУ. Также в полуфинале сыграют команда 31-й школы и команда Института МВД под названием «Менталитет». Всегда боялась давать интерьёв. Мне кажется, когда ко мне подойдёт человек с камерой, я точно забуду, как меня зовут. А если ещё спросишь что-нибудь, я точно растеряюсь. В нашей рубрике «Контрольный вопрос» Таня Соловьёва подготовила задание про уток или про животных. Давайте разбираться! К какому виду птиц относится утконос? Наверное, утка с носом, да? Ну, вы видели когда-нибудь на картинках? Может, гуси. Может, утки. Ладно, утконос, утка. Это утки, это водоплавающие, которые плавают, но мало летают. Это млекопитающие, находятся в Австралии. Откуда ты такая, у тебя информация? У него татуировка здесь, вот по лестнице утконоса есть. Это не птица, наверное. А кто это? Это животное. Это утконос. А как оно выглядит? Вы представляете? Он как пингвинчик, только с носом. Он выглядит как уточка, только с большим, наверное, носиком, да? Оно не как утка, оно как пингвинчик, наверное, даже вообще. В общем, мы сами придумаем, и нам будет весело, хорошо? Утконос – это млекопитающее. Откуда ты это знаешь? Ну, медик. А как он выглядит, ты помнишь? Ну, нос, тело покрытое шерстью, лапы с перепонками, хвост, вроде бы такое, что-то напоминающее, как у бобра такой твердый. Питающее. Точно в этом уверен? Уверен, я биолог. А как оно выглядит? Ну, как бобер с уткой скрещенный. Ну, у него желтый клюв, вот такой вот большой. А тело? Маленькое. О, я знаю, что он такой мягенький, пушистый, но у него нос как у утки, всё. Что-то, по-моему, даже енотовидная собака или что-то в этом роде. Ну, большой нос и хвост, как у бобра. Откуда ты такое знаешь? Ты уверен, что у него хвост, как у бобра? Да, мультик смотрел. У меня мультик вроде усмотрела. Какой мультик? У нас вроде в полных мультик. Синий, с желтым хвостом. И что у него? Клюв? Клюв, наверное, да? Да. Какой у него был клюв? Похож на утку, наверное? Да. Несмотря что утконос проживает в Австралии, могилевские студенты знают, что это млекопитающее. Готовьте, в следующий раз мы придумаем новые каверзные вопросы для вас. А теперь очередь эксперимента. Миша и Денис решили попробовать себя в роли фотомоделей. Просили прохожих их сфотографировать. Получилось интересно и креативно. Мы находимся на улице Ленинская. За моей спиной главный символ города – Могилевский звездочет. Вы меня сфотографировать не могли бы со звездочетом? Я снимаюсь для программы. Ну, секунду, ну что вы. Сложно, что ли, а? Ну, давай быстро что-то нажимать. Вот, вот, просто кнопочку по центру и все. Ну, давай, остановись ровно. Красивее ставь. Как ставь? Прямо. Чтобы видно было всю скульптуру. Сесть как? Просто не улыбайся. Не улыбайся. Так лучше. Как? Стоя, прыгнуть как? И прыгай. Раз, два, три. Хоп! Так, меня сфоткайте. Вот так. Ну, в разных планах попробуйте. Подождите, а что у вас? Вот это? Ну, на кнопку. Это окей? Окей, да, здесь. Хорошо. Ой, а что у меня ноги взяли? О, и опять ноги мне сфотк... А я не дотрону... Ну, уже дотронулись в два раза. Ноги и тут... Я просто... Какая, пока... А вы этот не футболист, случайно? Я кобра. О, слушайте, короче, у меня любимая звонит. Можете сказать... Нет, сказать, что я на паре. Как преподаватель. А, в институции? Да. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. А я пошел отдыхать. Звук включи, звук включи. Нет, я сейчас включу, и Алё, товарищи, да. Ну, давайте. Алло. Алёк, кто это? Добрый день. Коберенков Геннадьевич, он на паре. Не местные, просто мы приехали уже вторые сутки здесь. Где-то говорили, есть знак. До Минска 200 километров. А где она? До Минска. Да, 200 километров. А, это, короче, на площадь идете? Вот прям, прям вот так вот идете? Ну, слушай, а если вот туда идти? Смотри. Да, нет. Вон, что-то такое. Вон, видишь, какая-то кругляшка. Нет, это просто памятник. В смысле? Вон, мужик стоит с камерой. Ну, там, не, не туда. Вот именно там, где 200 километров. Вот дальше их вот. Так это так вот. Рыбачить умеешь этой штукой? Да. Ну, все, давай. Вот здесь. Давай, готов? Подожди, вот так? Ну, давай. Поправляй. Так, чтобы вот. Так? Давай, давай, так. Раз, два, три. Все. Все? Все уже? Да, да. Так где фотка? Я потом тебя скину. Так а давай, или ты с тобой? Нет, я сейчас не участвую. Ну, все, она не хочет. А где фотография, я говорю? Ну, сейчас она должна распечататься. Она у тебя в кармане. Ну, нормальная, нет? Нормальная. Ладно, все, пошли. А вы нормальная? Спасибо. Нет, ну вот там встать, чтобы вот в эту сторону. Как встать правильно? Я мешаю? Да, не могу. Как стоять? Вот так, хорошо? Что не так? Как мне стоять? Пойдет. Так улыбаться, нет? А вот. Кто это? А можете ответить? Так, и нет. Ответьте. Скажите, что теперь вы моя любимая. Алло. Алло. А кто это? А это любимая вот молодого человека стоит, который передо мной. Послушай, какая любимая? А я кто? Где Денис? Где Денис? Он рядышком стоит. Он сейчас немного занят. Передай ему, что все, наших отношений больше нет. Хорошо. Что там? Все там. Все нормально? Да, все отлично. Это модный эксперт. Она очень красиво нас поставит. А это как бы... Это как бы должно быть весело, но... Главное, чтобы звездочет стал. Да. Мы как бы дружим, но не сильно. Так а что, плечи, плечи широкие просто сделаем. Вот так сделаем, вот так. Смотри, а так можно, как будто он на дискотеке. Таксист похож? Нормально. Похож на Тимоти немножко? Вот так. Раз и третий, да смотри. Нет, а все модняло. Это как будто бы я... Давай как будто бы я его несу. Давай, как-то ноги попробуй. Я как будто его несу. Куда-то. Супермен. Без лица. Ну, можно, но... В ту сторону лучше. В ту сторону лучше. Мы так туда идем. А на этом все. Включайте Беларой 4 Могилев. Альма-Матр выбери каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова